В июле этого года в Подмосковье завершился чемпионат среди специалистов-кинологов таможен непосредственно подчиненных ФТС России. Мероприятие приручено к празднованию 25-летия службы. Первое место в номинации «Поиск наркотиков на грузовом автотранспорте» заняли кинологи Севастопольской таможни. Все подробности прошедшего мероприятия не только из первых уст узнаем прямо сейчас. У нас в гостях начальник кинологического отдела Севастопольской таможни Андрей Гарбузов и главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Севастопольской таможни Ольга Прусакова. Здравствуйте. Наши корреспонденты подготовили сюжет о прошедших соревнованиях. Давайте посмотрим. В Подмосковье состоялся чемпионат среди специалистов-кинологов таможен. В этот раз в нем приняли участие команды Центральной, Внуковской, Домодедовской, Шереметьевской, Калининградской, Областной, Крымской и Севастопольской таможен. Каждая из команд состояла из судьи и двух специалистов-кинологов со служебными собаками. В рамках программы международных связей в чемпионате также участвовала команда из Чехии. Программа включала в себя состязания по дрессировке, поиску наркотических средств на грузовом и легковом транспорте, в багаже и в помещении. В номинации «Поиск наркотических средств на грузовом транспорте» на первом месте оказалась Ольга Прусакова с золотистым ретривером Посейдоном. Из севастопольской таможни Посейдону потребовалось всего 12 секунд для того, чтобы найти спрятанную фури-марихуану и стать победителем. Мы поздравляем вас с заслуженной победой. Андрей Витальевич, расскажите подробнее о проведенных соревнованиях, как они были организованы, как вы добирались, все-таки будет не близкий, и как же проходили они? Эти соревнования традиционно проводятся на базе Центральной таможни Кинологического центра ФТС России. Они проводятся, как правило, весной или летом. Принимают участие лучшие специалисты-кинологи со служебными собаками из таможен, непосредственно подчиненных ФТС Российской Федерации. И в этом году мы первый раз принимали участие в этих соревнованиях. И я считаю, показали себя неплохо. Ну, безусловно, первое место – это уже результат, причем очень хороший. Ваши впечатления от поездки? Соревнования были организованы очень хорошо. Все объекты, где проводился чемпионат, были подобраны именно с учетом специфики работы собак. То есть это не были какие-то учебные автомобили или учебный реквизит. Это были реальные места, где собаки применяются. Допустим, вот по грузовому транспорту, где Ольга Игоревна заняла первое место, соревнования проходили на живой, настоящей площадке отстоя грузовых автомобилей, которые осуществляют международные перевозки. И на живых, настоящих автомобилях, которые в тот момент просто ждут оформления груза. Сколько всего было заявлено участников? Каждая таможня, из которых вы перечислили, представляла команду в составе двух специалистов-кинологов со служебными собаками, ну и капитан команды, который представляет интересы данной команды и одновременно является судьей в определенной, в одной из номинаций. Ольга Игоревна, почему именно Посейдон поехал на эти соревнования? Это лучший пес на службе? Ну, видимо, лучше он победил в конкурсе, ну, в соревнованиях среди специалистов-кинологов нашей таможни, когда был отборочный тур. То есть прошел сначала региональный отбор, да, потом поехал уже в Подмосковье. Расскажите о Посейдоне. Сколько ему лет, как он попал к вам на службу и сколько времени обучался, в каких операциях успешно участвовал? Ему на данный момент 6,5 лет. Попал он в 6-месячном возрасте ко мне. Песы гривые, общительные. Обучался он с 8 месяцев, было обучение у него. Неоднократно были у него выявления как на морских судах за грандплавание, так и при совместных операциях с другими правоохранительными органами города. То есть опыт у него достаточно богатый. Он за 12 секунд сумел занять и найти, да? Трудной ли оказалась ваша победа и достойны ли были соперники? Соперники были очень достойные и судили достаточно строго. То есть снимали штрафные баллы как с кинологов, так и с собак за малейшие ошибки. А вот что касается судейства, кто принимал участие в этом? Кто судил? Судья, главный судья был представитель Республики Чехии и кинологического центра. А какие были основные критерии отбора лучших? Ну, помимо времени. Значит, на каждом испытании есть своя система оценивания стубальная и, соответственно, за каждый какой-то недочет, какой-то минус баллы снимаются. То есть шкала была настолько серьезная? Да. Испытаний было много, да? А вот с чего начинались ваши испытания? Что вам необходимо было? Какой путь пройти? Первый этап — это был общий курс дрессировки, а потом было четыре этапа по поиску наркотических средств в различных видах. Какие еще были представлены номинации, помимо той, в которой вы победили? Значит, номинация была «Поиск в багаже», «Поиск в помещении», «На легковом транспорте» и «На грузовом автотранспорте». И каждая номинация нашла своего победителя, да? Я прошу прощения, я хочу еще добавить по поводу судейства. Для нас, в принципе, и для всех участников этого чемпионата это был уникальный опыт, так как, как было сказано ранее, принимала участие команда администрации, таможенной администрации Чешской Республики. Эта команда выступает на всех европейских и мировых соревнованиях. Это ребята очень опытные, у них собаки отлично подготовленные. И руководитель этой команды, Ёжев, он был главным судьей. Он судит на уровне Европы и мира. И это человек, который имеет огромный опыт, и он оценивал работу наших собак. И те высокие баллы, которые он поставил нашим собакам, говорят о том, что мы способны выступать не только на уровне, допустим, Крыма, России, но и наши собаки могут посоперничать с мировыми поисковыми собаками правоохранительных структур. Ну и все еще впереди. Андрей Витальевич, а как же представлена кинологическая служба в нашем регионе? Кинологическая служба в нашем регионе представлена... Свою кинологическую службу имеет практически каждый правоохранительный орган. Я не буду рассказывать про кинологическую службу МВД, ФСБ, я расскажу про нашу. У нас она представлена кинологическим отделом, который входит в состав Севастопольской таможни. У нас работают четыре поисковые собаки, подготовленные на поиск наркотических веществ, всех видов. И сейчас мы готовим собаку на поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Это из этих четырех, да? Да. А ваша служба самостоятельно разводит служебных собак, или же вы пользуетесь услугами городских заводчиков и питомников? У нас нет возможности, нет помещений, базы. Да и в принципе с нашим количеством собак нет необходимости в самостоятельном разведении собак. Мы закупаем собак, пригодных для такой службы. Есть ряд критериев, по которым определяется пригодность той или иной собаки к поисковой службе. И когда подходит необходимость, подбираются щенки, они тестируются. И те щенки, которые пригодны для нашей службы, мы их берем, готовим, воспитываем. А на какие критерии вы обращаете внимание в первую очередь, когда берете щенков? Прежде всего у этого собаки, у этого щенка должна быть огромная заинтересованность в общении с человеком, в игре, в предмете игры. То есть это какой-то мячик или какая-то игрушка. Он не должен быть сильно зависим от корма, а основной его интерес должен представлять человек и играть с этим человеком. И тогда из этой собаки получится достойный поисковик. Имена собакам даете вы сами или уже приобретаете их уже с именами, данными? Ну как, дело в том, что приобретаем мы собак уже подрощенных. Мы не берем маленьких щенков двухмесячных в этом месяце. Тяжело очень что-то определить, какие-то его будущие предпосылки для работы. Поэтому, как правило, нам собаки попадают уже с именами, с родословными, с щенячьими карточками. Но, как правило, никто не называет собак по имени, которое у него прописано в паспорте. Каждый человек, каждый хозяин подбирает то имя впоследствии, которое для собаки ему как бы ближе к этой именно собаке. Вот для примера Ольги Игоревны, если брать ее собаку, у нее, если брать по паспорту Poseidon Heart of Sea, а называет она его шкипер. Шкипер. Понятно. Сколько лет находятся на службе эти собаки? До скольки вы их содержите? До смерти вряд ли. Ну, согласно нормативным документам, собаки работают у нас до 8 лет. Мы можем в случае нормальной работы собаки, нормального ее самочувствия, работоспособности, продлевать этот срок до 10 лет. Ну, а далее нецелесообразно. А что потом? Какова их дальнейшая судьба? Собака остается со своим хозяином. Никто эту собаку никуда не усыпляет, не отдает, не передает. Собака остается со своим хозяином, и хозяин дальше решает, будет она жить у него дома, или он ее подарит своим родственникам, друзьям. Ну, как правило, эти собаки доживают свой век. Я вот по опыту у тех людей, с кем они работают. Какие породы наиболее востребованы в этой области и почему? Четкой градации по породам у нас нет. У нас есть градация только по заинтересованности собаки в обере. Ну, конечно, предпочтительнее собаки, которые выносливые, какие-то охотничьи породы. Собаки-компаньоны, это лабрадоры, золотистые ретриверы, спаниели. Неплохо работают овчарки различные. Но, в принципе, какого-то четкой градации по породам нет. А кто занимается вашими собаками? Вот вы говорите, каждая собака прикреплена к хозяину, так? Должен ли этот хозяин обладать какими-то навыками дрессуры собак? И вот где он их приобретает? Как это у вас? Естественно. Все специалисты-кинологи, которые работают у нас, они, во-первых, необходимым условием приема на службу является наличие кинологического образования. Все проходят собеседование, со всеми мы общаемся, узнаем их уровень подготовки. После этого они обязательно едут в Москву, в Подмосковье, в кинологический центр и там обучаются. Вот, к примеру, сейчас мы готовим собаку. Человек с этой собакой едет сейчас на первоначальное обучение, которое длится 3 месяца. 3 месяца он будет находиться в кинологическом центре, его будут учить, собаку, и они через 3 месяца вернутся уже полноценными, аттестованными сотрудниками. Какую подготовку проходят собаки и, в принципе, сколько времени необходимо для того, чтобы вырастить хорошего четвероногого специалиста? Что для этого нужно в первую очередь? Для того, чтобы вырастить хорошего полноценного четвероногого специалиста, необходима заинтересованность его хозяина в этом. То есть все зависит от кинолога. Насколько кинолог квалифицирован, насколько он может обучить эту собаку и дать ей все, настолько будет хорошо работать собака. А по времени, ну, в принципе, к полутора годам мы можем получить вполне подготовленную собаку. И сколько времени необходимо проводить с собакой для того, чтобы вот к полутора годам она уже была специалистой? Всю жизнь. Всю жизнь. Ну, то есть непосредственно. Непосредственно с собакой находиться постоянно, гулять, кормить, ухаживать, чистить, дрессировать, тренировать. Это непростая работа, и эти люди заслуживают очень большого уважения, потому что большую часть жизни они проводят именно с собаками. А чем отличается жизнь ваших собак от обычных? Есть какие-то особенности? На мой взгляд, жизнь наших собак, она намного интереснее для самих собак, чем обычных. Обычная собака целый день сидит дома и дожидается своего хозяина, а наши собаки целый день проводятся со своими хозяевами в общении. Ну, безусловно, это развивает. А как же часто проходят соревнования среди специалистов-кинологов? Соревнования проходят ежегодно. Проходят они в два этапа. Первый этап – это соревнования среди специалистов-кинологов таможен непосредственно подчиненных ФТС России, из которых выбирается команда, которая будет представлять непосредственно таможенную службу на общероссийских соревнованиях. И второй тур – это общероссийские соревнования, куда съезжаются кинологи из всех регионов, самые лучшие, самые подготовленные. Ну, следующие соревнования ближайшие когда? Следующие ближайшие соревнования у нас в следующем году. Вот в этом году мы уже отработали. Уже известно, кто поедет на них? Давайте доживем. То есть пока не будем запекать вперед? Не будем загадывать. Ну что ж, желаем успешной деятельности вам и вашим питомцам. Время нашей передачи «Естекло». Благодарю, что пришли к нам и поделились с такой интересной информацией. Спасибо вам. Эфир жителей канала продолжается. Значимые и важные темы еще впереди. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин